Вернемся на Кубок Европы. Что все-таки там не получилось? Почему в эстафете оказался такой провал? И впервые за многие годы сборная оказалась не просто там вне тройки призеров, а далеко от тройки призеров. Да еще такого результата, наверное, уже с 80-х годов команда не показывала. Что все-таки случилось? Да, я бы не сказала, что там провал, прям провал. Все было ожидаемо в плане того, что у нас команда была не совсем такая сильная, но мы как бы сделали все, что могли. Не послать никого не могли туда, поэтому мой этап был в принципе нормальный, отработала как полагается. А дальше я как бы за всех тоже ручаться не могу. Ну, немного с передачами там у нас беда была, потому что нас за полчаса до старта нас поменяли, как сказать, главную нашу бегунью, так сказать. И как бы у нас даже времени не было просто попробовать передать. Ну, и немножко сил не хотела, потому что все как бы молодые. 200 метров и твой результат 2261, да? Да. Сейчас лучший результат сезон в стране. Немножко об этом забеге. Сама поверила, когда увидела эти секундочку, столько пробежала. Удивилась, восторгнулась с собой. Что случилось? Вот твои ощущения, когда увидела, вот сколько, ничего себе. Ну, нет, я когда пробежала, я как бы не видела. Просто я когда услышала уже, через там вот и пробежала, и буквально через секунд 15 мне говорят время, и я что-то вообще... Я вот услышала первые две цифры, 22. Я уже начала радоваться, и мне уже даже не важно было сколько там, хоть 99 там, не важно. Вот, я уже как бы начала там радоваться, все. Через минут пять, наверное, я уже дошла до своего места, где я оставила вещи, одеваюсь и спрашиваю у подруги, с которой бежала, как бы, мы с ней в группе одной тренируемся, сколько мне вообще дали-то? Она мне сказала время, и тут я, конечно, вообще, да, в шоке была немножко. Какая-то задача в четверке, на чемпионате группы конкретного места, там, в тройке или... Я не знаю, как в футболе, допустим, или в видах спорта, говорят, быть там в пятерке, в шестерке. Наверняка, у вас какие-то, конечно, задачи, которые ставит тренерская. Ну, что у вас на четверке? У нас только выигрыш, потому что уже команда сильнее будет, намного, чем на командном. Вот, там будет и задорина, и там Коу, которая была на командном, вот, в личном первенстве она там выиграла, и Вешкурова, которая в том году, она бежала с 51 секунды вообще легко, как бы, такие уже нормальные бега будут. В шестнадцатом году Олимпиада в Рио. Конечно, на такой период тяжело загадывать, но, тем не менее, наверное, есть мечта, желание. Тем более, что в том году, когда мы вместе были на чемпионате мира 4 по 400, я у твоего тренера Марина спросил, я говорю, сможет в Рио Катя попасть в 4 по 400? Он так почесал, говорит, ну, должна, скорее всего. Вот, ты как думаешь, все-таки вот можно так вот планировать на три года вперед? Ну, как бы, можно планировать, как бы, мечтать никто не запрещал, но, как бы, попасть очень хочется, я, для этого я и вот тренируюсь.